Конфеты. Бежали по улице трое веселых мальчиков. Смотрят, старенькая женщина несет тяжелые сумки и вся сгорбилась. «Давайте мы вам поможем!» — сказали мальчишки. Взяли у нее сумки, а бабушка разогнула спину и пошла налегке. Вот дошли они до ее дома, мальчишки отдали сумки, а сами побежали дальше. «Постойте!» — сказала бабушка вслед, но услышал только один и вернулся. «Вот три конфеты, каждому по одной!» — сказала она. «Одну съешь сам, а две отдай своим товарищам!» Мальчик побежал догонять своих, а потом вдруг встал, посмотрел, что старушка вошла в дом и подумал, «Зачем мне отдавать им конфеты? Ведь они даже не узнают, если я их съем!» Взял и съел все три конфеты и побежал за приятелями. А на следующий день он шел по улице один и неожиданно встретил ту бабушку. «Ну-ка, посмотри мне в глаза!» — сказала она. Он посмотрел. «Хочешь знать, что написано у тебя в глазах?» «Что?» — удивился мальчик. «Что ты вчера съел все три конфеты один!» Мальчик испугался и не знал, что сказать. А старушка дала ему кулек с шоколадными конфетами и сказала. «Пожалуйста, отнеси это твоим товарищам, чьи конфеты ты вчера съел, а сам не ешь!» Мальчик пошел к тем ребятам, а дал им кулек конфет. «А ты?» — спросили они. «Я уже ел!» — сказал он. А сам пришел к себе домой, встал перед зеркалом и долго в него смотрел, рассуждая. Глаза как глаза! Где же тут написано, что я съел те конфеты? Он еще не знал, чтобы читать по глазам, нужно прожить долгую и трудную жизнь.